Сегодня сложно представить человека без телефона или другого гаджета под рукой. Они стали нашими незаменимыми помощниками, а мы – активными пользователями сети интернет. Заказать онлайн, привезти деньги на карту или поговорить с близкими стало возможно, не выходя из дома. Правда, вместе с положительными моментами следуют и другие, мягко сказать, отрицательные. Именно через сеть интернет на нас смогут выйти мошенники, и мы можем оказаться с опустошенными кошельками. Людям нужно научиться противостоять и хакерам, и мастерам тонкой психологической обработки людей. Именно об этом говорили за круглым столом в Брестском государственном техническом университете. Цифровая грамотность, которой, к сожалению, нас еще не обучали в школе, она постигается нашими гражданами в процессе своей жизнедеятельности. И поэтому на какие-то наиболее актуальные тенденции необходимо все-таки обратить внимание. Если мы говорим про молодежную среду, то, согласно статистическим данным, проникновение информационных технологий в молодежную среду оценивано практически в 100%. То есть, можно сказать, что практически все наше молодое поколение вовлечено в эти процессы. Соответственно, разъяснение основ обеспечения собственной информационной безопасности является критически важным. Большая доля преступлений происходит с использованием социальных сетей, а также посредством мобильной связи. На данный момент многим уже поступали звонки от эфиристов, выдающих себя за сотрудников банка, а также коллекторов, требующих отдать долги. Мошенники очень изворотливы и находчивы, они постоянно совершенствуются в мастерстве обмана. Именно поэтому за прошедшие пять лет количество этих преступлений увеличилось в 12 раз. Их аппетиты растут, а потому и суммы денежных средств, которые похищают, выросли в разы. Социальная инженерия становится едва ли не главным способом незаконной добычи денег. Можно сказать, что мы весьма доверчивы, имеется в виду человек. Но защитить себя все-таки возможно. Основными способами профилактики преступлений в сети интернет является доведение до граждан сведений о способах, методах работы киберпреступников, доведение информации о том, как противостоять киберпреступникам, каким образом себя вести, когда поступают сообщения, либо телефонные звонки, с требованием и просьбами предоставить информацию о банковских картах и паролях доступа к данной информации. Большой круглый стол здесь, в техническом университете, проводят не случайно. Присутствующие студенты – будущие специалисты сферы IT. Но, несмотря на это, некоторые из ребят сами сталкивались с проблемой мошенничества, что и послужило толчком более глубокого изучения способов защиты в социальных сетях. Сам я сталкивался с такой проблемой, когда меня взламывали, например, ВКонтакте. Просто ничего не предвещало беды, обычный день, казалось бы. Но страница сразу взломана, все, там меняется фотография, удаляется и так далее. Друзья, ну, что-то начало во мне стрельнуло, и я начал задумываться о безопасности. Мне показалось, что пароль был недостаточно надежным, возможно, почта одна и та же, привязанная к разным аккаунтам. Вот где-то взломали, прошли дальше, взломали еще. И на данный момент, мне кажется, что молодежи уже стоит задуматься о том, как защитить свои данные на просторах интернета, на просторах социальных сетей. Самая главная цель – это предупредить новый вид преступления. К обыкновенным преступлениям мы уже готовы, мы понимаем, как себя можно защитить в этой ситуации. Преступления в IT-сфере, они виртуальны. И подготовиться к ним, конечно, нужно, потому что сегодня мы практически все пользуемся банковскими карточками. Мы работаем в IT-сфере, в интернет-пространстве, совершая огромное количество операций. Поэтому самый посыл главный нашего круглого стола – это как себя защитить от того влияния неблагоприятного, которое может произойти именно в IT-сфере. Профилактические разговоры о киберпреступлениях – первый шаг, чтобы от слов перейти к действиям. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...